Более подробно эту тему обсудим с Петром Ильичуком. Это политолог, доктор политических наук. Петр Рады приветствует. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и сразу начнем с разрешения нанесения ударов по территории Российской Федерации, подчеркну, по военным объектам. В свою очередь мы видим позитивный уже отклик от Швеции. Еще некоторые страны также сейчас это обсуждают. Итак, возникает вопрос, что мешает дать разрешение? Чего боятся те или иные страны, от которых сейчас зависит как раз принятие и их решения, с учетом того, что Путин, как по мне, сейчас достиг максимального уровня эскалации, если не учитывать нанесение ядерным оружием? Ну вопрос довольно-таки сложный. Я думаю, что далеко не все в его обсуждении является так или иначе публичным. Тем более это касается и мотивов, потому что мы не знаем, какие именно дискуссии проводятся в этой ситуации. Какие, например, требования или, возможно, ультиматумы предъявляла Россия западным партнерам Украины. Сколько мы знаем, что они любят использовать ядерный шантаж со всеми последующими результатами. Но на самом деле в нынешних условиях мы понимаем, что в целом требования так называемых красных линий во многом оказываются неактуальны. Просто потому, что сама Украина уже неоднократно эти красные линии отодвигала. И мы должны понимать, что, например, в последнее время украинские спецслужбы, в частности, в первую очередь СБУ, наносят довольно-таки активные удары при помощи дронов по НПЗ России, которые являются частью соответствующей экономической инфраструктуры, которая позволяет российскому режиму существовать, получая доходы от нефтепродуктов. По портам. Ну и в конечном счете уже добрались и до непосредственно части инфраструктуры, которая отвечает за, скажем так, за противоядерную безопасность. Это, в частности, вот эти легендарные РЛС загоризонтные, которые должны отслеживать гипотетический полет ракет, в том числе ядерных ракет, на территорию России, и вот по ним довольно-таки успешно в последнее время бьет Украина. Фактически ослепляя Россию в плане отслеживания подобных объектов, и теоретически, согласно российской доктрине военной, это уже как бы эскалация выше некуда. Но, тем не менее, Россия, в принципе, особо на это каким-то образом не реагирует. То есть она, конечно, реагирует, она продолжает свою террористическую деятельность против украинского народа, наносить соответствующие террористические удары по гражданским объектам, но это не выходит за рамки традиционного модуса поведения российской власти, и это, я думаю, является чётким индикатором для западных партнёров Украины, что на самом деле все эти красные линии, они сами для себя их построили в собственной голове, и, к сожалению, именно подобные искусственные линии, они во многом не определяют их модель поведения, хотя на самом деле уже пора давно было от них отказаться. Но, в свою очередь, против использования западного оружия для ударов по России высказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет издание «Анса». Это произошло после предложения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить вооруженным силам Украины применять западное вооружение для поражения целей в Российской Федерации. Заявление Мелони отражает позицию Италии по ограничению использования западного вооружения исключительно по территории Украины, чтобы избежать эскалации конфликта. Похожую позицию имеет канцлер Германии Олаф Шольц. Он утверждает, что целью его политики в отношении Украины является предотвращение начала большой войны между Россией и НАТО. И тут, Петр, я сразу перехожу к цитате, которую озвучил на днях Путин во время очередного общения с журналистами. «Путин намекнул на возможность ударов по западным странам». Это был его ответ на слова господина Йенса Столтенберга. Более того, Путин привел в пример, как ранее еще давно они общались лично с господином Столтенбергом, когда он был еще не в должности генсекретаря Альянса НАТО. Но тут уже идет четкая угроза со стороны Путина, касательно нанесения ракетных ударов по тем или иным территориям. А может ли на такое пойти Путин, понимая, что это уже прямое вторжение и удары по территории Альянса НАТО? Я думаю, что Путин просто блефует, как всегда. И это, опять-таки, мы возвращаемся к началу нашего разговора. А вот почему? Наверное, потому что отдельная политика на Западе всерьез воспринимает в том числе и подобные угрозы. Потому что мы должны понимать, что Путин на самом деле подобные угрозы выражает не так часто. Для этого у них есть специально обученный Медведев, который, несмотря на такую довольно-таки специфическую репутацию, тем не менее, буквально каждую неделю обещает испепелить Запад ядерными ракетами. И мы можем сколько угодно относиться иронично к фигуре экс-президента России. Но мы должны понимать, что, наверное, кто-то на Западе его воспринимает вполне серьезно. И так или иначе учитывает его заявление для реализации собственной политики, к сожалению. Поэтому я думаю, что это элемент соответствующего глефа. И этот элемент показывает, насколько серьезно в России относятся к перспективам того, что, например, западное оружие будет наносить удары по территории России. Но потому что тогда можно будет во многом забыть о всех этих многочисленных проектах, давить на Украину через открытие каких-либо новых фронтов и тому подобного. Эммануэль Макрон призвал партнеров разрешить Украине бить по территории Российской Федерации. Об этом президент Франции заявил во время пресс-конференции в Германии. Макрон отметил, что Россия запускает ракеты со своей территории. И показал карту, откуда Российская Федерация осуществляет удары по Украине. Он сказал, что Киев имеет полное право бить по территории России. Однако это касается только военных баз. Услышим прямую речь. Мы должны позволить Украине нейтрализовать военные базы России, из которых запускаются ракеты. Но мы не должны разрешать атаки на гражданские или другие военные цели. Когда Украина подвергается нападению с определенных объектов на территории России, я думаю, мы должны позволить дать ответ, если мы действительно хотим достичь нашей цели. И я могу сказать, что на самом деле мы этим не эскалируем, поскольку именно Россия самоорганизуется таким образом. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Украина имеет все возможности для своей защиты согласно международному праву. А касательно использования западного оружия, есть вопросы. Ответ господина Шольца давайте также сейчас послушаем. Украина имеет все возможности согласно международному праву для своей защиты. Мне кажется странным, когда некоторые утверждают, что нельзя позволять защищаться и принимать подходящие для этого меры. Этого никогда не требовалось ни от нас, ни от других европейских стран, ни от дружественных государств на международной арене. И никогда не будет требоваться. Конечно, возникает вопрос, что нам делать с системами, которые поставляют США, Франция, Германия и другие. И у всех есть разработанные нормативные акты, в которых говорится, что это всегда должно быть в рамках международного права. И вот тут опять же возникает вопрос. Такие разбежности, радикальные разбежности между Макроном и Шольцем. Как вы думаете, на Шольца остается какое-то политическое влияние со стороны Путина? Либо это реально страх перед возможностью большой войны, как говорят сами западные партнеры? Вы знаете, я думаю, здесь причина несколько иная. Если мы обратим внимание на позицию Германии в этом вопросе, то она всегда практически во всех вопросах синхронна с позицией Соединенных Штатов. То есть вот Германия в своей позиции четко ориентируется на позицию США. США говорит, можно? Германия говорит, да, хорошо. США говорит, нет, лучше не надо? Германия говорит, да, мы, наверное, еще подумаем. То есть на самом деле здесь основа первого основ заключается в позиции Соединенных Штатов, а мы знаем, что пока что на данный момент Соединенные Штаты не приняли решение о том, что они согласны с применением американского оружия на территории России. Мы видим, что сейчас продолжается дискуссия в администрации Байдена. Блинкен уже заявлял о том, что, и, в принципе, уже обращался, скажем так, публично к этому вопросу к президенту Соединенных Штатов, о том, что нужно предоставить соответствующее разрешение. Но пока что решения нет. И я подозреваю, что если решение будет со стороны именно Соединенных Штатов, то это будет весомый аргумент в том числе и для Германии, в том числе и для Италии. Потому что они вряд ли будут в этой ситуации как-то, знаете, занимать какую-то принципиально иную позицию, чем, например, позиции Соединенных Штатов. Но в первую очередь должно быть решение от Соединенных Штатов. Мы его ожидаем и надеемся, что оно будет и не будет слишком поздно. Владимир Путин, в свою очередь, снова угрожает своей эскалацией, если Запад позволит Украине бить по России. Об этом российский диктатор заявил во время визитов в Ташкент. Об этом это передает Ройтерс. Путин говорит, что странные члены НАТО в Европе якобы играют с огнем и удары западным оружием по территории Российской Федерации втянут их в войну. Ну и кроме того, глава кремляна намекнул, что маленькие страны Европы не смогут защититься от России, поскольку имеют небольшую территорию и большую плотность населения. Это вот более подобное, подробное описание того, о чем мы коротко с вами проговорили. Но тут уже возникает другой вопрос. Путин угрожает и говорит, что втягивается в войну члены Альянса НАТО. Но еще на недавней пресс-конференции Путин говорил о том, что уже фактически воюют с НАТО, так как техника НАТО на территории Украины. Говорили еще ранее об инструкторах и так далее. То есть опять идет какая-то несопоставимая разнобой в нарративах, которые озвучивает Путин и которые озвучивает российская пропаганда. Естественно, для российской пропаганды это в принципе норма заявлять о том, что они воюют с НАТО. Более того, российские пропагандисты периодически уничтожают, в кавычках, сотни войск НАТО на территории Украины. И постоянно об этом отчитываются. И спроси любого россиянина, который подвержен влиянию российской пропаганды. Он скажет, да, да, там войска НАТО, американцы, поляки, канадцы, кто угодно. Но тем не менее, несмотря на все это, российская власть продолжает джонглировать вот этими терминами. Что вот если еще что-то, тогда уже точно будет эскалация. Но тут мы должны понимать следующее, что все-таки в плане Украины Россия уже и так любые границы эскалации превзошла. То есть она применяет в Украине любое оружие. Все, что у них есть, они все бросают против Украины. Это факт. А вот если, например, речь идет об угрозах НАТО, то, наверное, все-таки если российская власть из-за того, что какое-то оружие поставляется НАТО Украине, будет начинать войну третью мировую против НАТО, ну, наверное, тогда в НАТО нужно задуматься о том, а что еще может быть причиной для подобной агрессии? Что еще может быть причиной для этого нападения? И не выдумают ли в России еще какую-то очередную причину или повод? И, возможно, уже пора заканчивать с этим агрессивным, злобным и совершенно не приспособленным к цивилизованному существованию режимом, а не думать о том, какие будут последствия, если, например, путинский режим падет, и в России начнутся какие-то преобразования. Возможно, не стоит бояться этих преобразований, но если вы считаете, что российский режим может в любой момент начать ядерную войну, то, возможно, преобразование в России – это не самый худший сценарий. И тут же еще стоит отметить, что вот этот блеф, но он же сопровождается агрессивной политикой Путина в отношении Украины. Ведь весь мир прекрасно видит, что делает Путин с украинскими городами, как он оккупацию называет добровольным присоединением, а стирание городов называет освобождением. Это тоже морально давит на западных партнерах – не решаться в том или ином вопросе? Ну, естественно, они угрожают, но угрожают применить подобную тактику, например, против самих стран, например, НАТО. Естественно, они это все угрожают и повторяют. Но, наверное, главная причина заключается в том, что Украины не было на определенном этапе возможностей военных отразить вот это нашествие. И, соответственно, да, вот оно движется по территории Украины, превращая украинские города в пустыню, в руину, в нечто, где жизнь будет невозможна еще длительное время. Ну и, наверное, эта иллюстрация должна показать Западу, что все-таки лучше, наверное, Путина остановить уже сейчас, а не когда-то потом, когда все наконец-то решат уже где-то, я не знаю, под Вильнюсом или Варшавой, что вот да, вот все-таки нужно его остановить, не нужно бояться падения путинского режима, не нужно бояться распада России, но, наверное, все-таки его нужно останавливать. Возможно, его лучше останавливать сейчас, а для того, чтобы его останавливать сейчас, нужно в том числе и наносить соответствующие упреждающие удары. Вот мы, например, увидели, появилась у Украины ракета «Атакамс». Украина успешно применяет ее на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму, в южных регионах Украины. И мы видим, как это эффективно работает, как уничтожаются базы с самолетами, вертолетами, как уничтожается российская техника, которая уже больше не будет обстреливать территорию Украины. Вот теперь представим, что то же самое продвигается уже на территорию самой России. И вместе с Севастопольским или Луганским аэродромом горят аэродромы в Воронежской области, в Курской области и в других прилегающих Украине областях. Ну и, соответственно, вероятность того, что сожженные там самолеты будут обстреливать Харьков, будет ниже. Соответственно, есть вероятность того, что в следующий раз, возможно, кто-то, ну, мы сможем спасти больше жизней. Ну, то есть это, на самом деле, вопрос важный. И вопрос, который требует решения уже сейчас, а не когда-то потом, когда вот они уже наконец-то решат, что, ну да, вот уже не остается других вариантов. Петр, огромное вам спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Петр Олещук, политолог, доктор политических наук, с нами был на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.